Прекрасное настроение, я взяла отличное. И настроение, все круто. В прошлом году я вышла на волонтерство, меня сделали ответственность за подготовку к лагерю. Я его полностью подготовила с ребятами, написала программу, мы готовились к нему. И за день до того, как поехать в лагерь, я попала на еще одну реабилитацию. Потому что в процессе своего волонтерства сорвалась, и мне так было обидно. Я видела снова реабилитацию, как ребята уезжают на автобусе. Знала, что я должна была поехать с ними, но со своей ошибки не поехала. А в этом году все по-другому. В этом году я трезва и поехала наконец-то в лагерь. У меня уже почти год трезвости, я уже заканчиваю ту реабилитацию. И вот сейчас я прям чувствую, что все идет так, как нужно. Потому что я приехала сюда с ребятами, и я прям вижу, как все могут отдыхать без наркотиков, без алкоголя. Мы все как одна семья, хотя тут четыре центра, мы все знакомы с друг другом. И я прям чувствую, что все круто. Вот если я в том году поехала, находясь в срыве, я бы, наверное, не поняла всего прикола этого лагеря. И я употребляла амфедрон. Внутривенно. Не учится? Бывает иногда, но сейчас уже намного реже. Бывает, когда у меня что-то не получается, какие-то проблемы, или просто меня что-то начинает сильно раздражать, я начинаю подкипать. И в какой-то момент я думаю, блин, а вообще зачем мне все это? Я уже устала от этого. Вот. А потом нахожу методы проработки, отвлекаюсь на что-то, привожусь в порядок, и все. И понимаю, что это просто не выход. То есть, если я сорвусь, я просто все вот то, что я этот год нарабатывала, меняла в себе, путь, который я прошла, я просто все спущу. Вот. Он сейчас вот тот год, который я сейчас прошла в новом центре, он у меня более ценный, чем первая реабилитация, потому что я намного больше усилий приложила в этот раз. Недавно у нас была дискотека в центре, включили техно, я подумала, как я больше, я не побываю ни на одной такой тусовке, я не потусуюсь с какими-то людьми, незнакомыми, знакомыми, там, ну, не смогу в компаниях потусить на квартирах. Я подумала, блин, мне только 21 год, а я уже натусилась. Потом поняла, что мне же просто другие влечения будут, и все. Я считаю, что я уже погуляла нормально. Бывает, иногда мне хочется уйти в отрыв какой-то, но, опять же, я понимаю, что все это просто приведет меня к еще одной реабилитации, потом еще, а потом я могу вообще где-нибудь умереть, и я просто не хочу все это терять. Но у нарко ищут таланты. Ищем людей, которые хотят побороть проблему зависимости. И кто готов сняться в документальном фильме о наркомании. Ведем набор в Московский реабилитационный центр на социальной основе. Предложение ограничено. Связаться с нами вы можете через WhatsApp, номер которого указан на экране. Первое время, когда человек выходит с центра, нельзя видеться с людьми, которые употребляют, нельзя с ними тусить, вот скажем так. Нельзя посещать какие-то злачные места, типа клубы, бары. Это все для безопасности своей собственной. А потом, когда срок трезвости уже набирается, года три-два, можно, я думаю. Просто сейчас, вот я, вчера у нас было выступление, я получила такие эмоции, как будто я реально была прям под чем-то. Я пришла, мне тряслись руки, и я поняла, что мне не нужно употреблять, чтобы какие-то эмоции яркие получать. Вообще, зависимым людям опасно и то, и другое состояние. И момент сильного эмоционального подъема, и сильного эмоционального падения. Потому что мы не умеем переживать вот эти яркие чувства, которые прям очень яркие. Когда все хорошо, надо прибухнуть, чтобы было еще лучше. А когда все плохо, нужно бухнуть, потому что все плохо. Или употребить. Вот, поэтому и то, и другое состояние нужно прорабатывать. Во-первых, не оставаться одному точно. Общаться с кем-то желательно, кто тоже трезвый сейчас находится. Ну, разные методы проработки есть. Во-первых, вспомнить свое дно, как ты где-то валялся, там, обколотый, где-то там, трахался непонятно с кем. Вспомнить, к чему это вообще приводит. Можно поговорить со своей семьей, если с ними нормальные отношения. Заняться спортом, просто переключить свое внимание как-то. И если чувствуешь прям, что вот, ну, переключаешься, а потом снова возвращаешься к делу, и у тебя снова вот это эмоциональное падение, допустим, то просто, ну, как-то отстраниться от этого дела хотя бы ненадолго. И все. Многие моменты из моей сексуальной жизни, они были связаны с употреблением. Я на них, была к ним готова и соглашалась, допустим, на что-то. Только в употреблении. Сейчас я спокойно к этому отношусь. У меня просто какие-то ценности, знаешь, поменялись. Потому что, то есть раньше, когда я приехала в Нонарко, когда я приехала в Реверс, для меня было непонятно, как вообще люди могут, ну, допустим, жить без секса год или еще сколько-то времени. Я просто не понимала, потому что считала, что это вообще одна из, блин, самых важнейших частей вообще жизни вообще любого человека. И что если у человека этого нет, если у него нет секса, если у него нет каких-то желаний там в этой сфере, то он просто больной. Но сейчас, например, какой-то групповой секс или еще что-то там, какие-то органы, мне это неинтересно просто сейчас. Я просто перестала к сексу относиться как к получению удовольствия только физического. Поэтому всякие развлекаловки, типа там, съемки какие-то, групповые там или однополые секс, мне это просто перестало интересно. Все, кто у нас проходит программу, ставят себе на полгода границы на секс. На полгода после выхода. После сдачи финальной работы, да, я ее сдала уже месяц почти назад, ну, чуть-чуть поменьше, вот. И у меня границы до Нового года стоят. То есть вместе с моим заездом это полтора года получается. Ты считаешь это правильно? Ну, конечно, у меня был мини-бунт. Я не понимала вообще, зачем мне их ставить. Потом я просто поняла, что вообще в жизни это не главное. И что лучше мне подождать, потому что знаю, что эмоционально значимые отношения с противоположным полом мне нельзя заводить. Потому что стоит нам расстаться, поругаться, я могу с этим просто не справиться и просто сорваться снова. Любой секс это все равно какая-то симпатия. Вот, все равно какие-то эмоционально значимые отношения. И я просто не знаю, как я могу себя повести в этом плане. Где там кто-то понравится, допустим, мы переспим. И все, мне понравится человек, у меня с ним ничего не получится, случится эмоциональный срыв и все. И дальше я пойду употреблять, допустим, если не смогу справиться с этим. Я просто приходила, я когда употребляла, я же приходила в центр и просто начинала говорить за выздоровление. Мы все выздоровеем, трезвость это круто. Шла вечером домой и употребляла. Потребляла всю ночь, приходила утром и снова говорила ребятам о том, как все круто. Когда у меня уже кончались деньги, я просто приходила и брала из сейфа таблетки ребят, которые пьют для терапии. Сильные там какие-то антидепрессанты или там нейролептики. Просто брала у ребят, потому что знала порой от сейфа. Вот, по сути, воровала просто таблетки у реабилитантов. Чтобы себе как-то облегчить там отхода или просто уйти в какую-то измененку, какое-то измененное сознание, чтобы просто... Потому что мне не нравилось трезво быть. Мне насрать было, что у них тратят деньги, что это вообще не надо, ну, нельзя это просто делать. Просто воровала таблетки у реабилитантов. Приходила, качала там за трезвость, ночью пила в консультантской алкоголь. Вот, а потом уходила домой, снова торчала. Сейчас так не делать, у меня нет такой возможности, во-первых. А во-вторых, я поняла, что это просто полное дно. Когда ты просто вернешь двойную жизнь, ты как бы двойные стандарты проявляешь. Ты должен быть трезвый, а я бухаю, торчу, ворую у вас таблетки, но при этом я вас учу еще чему-то. То есть плохо себя в этот момент чувствовала? Первое время на самом деле да. Но это первое время только. Потому что чем ниже ты падаешь, чем у тебя... У меня стирались больше рамки. В какой-то момент я просто пришла, и вот у нас была какая-то группа, я что-то там рассказывала про выздоровление, и понимаю, что я не соответствую этому. И мне как будто даже понравилось, да, что я такая вот лицемерная, веду такую двойную жизнь. Я считаю себя хорошим человеком. Но люди могут меняться. Может сначала быть плохим, но в процессе каких-то изменений можешь стать хорошим. Вот, мне так кажется. То есть под наркотой ты плохая? Под наркотой все плохие. И я тоже, да.